Ассаламу алейкум арахтой баракату, дорогие друзья, братья и сестры. Меня зовут Василий Нодинаев, я гражданин Таджикистана, это в первую очередь. Сегодня я хочу обратиться в очередной раз, в тысячу раз, в сотни раз уже обращались. Но мы не устаем и не устали. Я надеюсь, что до моего народа, до моего гражданского общества, в кавычках, что-нибудь дойдет. Что-нибудь они смогут услышать, понять для себя, что наше молчание – наша смерть. Наше молчание – смерть всего народа. Наше молчание – уничтожение нашего народа и потеря наших земель. Так случилось в 2011 году, мы промолчали, прохавали, как продали наши земли Китаю. Так происходит по сей день. Сегодня регион Бадахшан находится в очень опасной фазе. Мы об этом говорим уже два месяца. Пытаемся донести это до общественности. Пытаемся хотя бы до наших граждан донести, что если мы с вами не научимся вставать друг за друга, нас будут уничтожать по одному. Если сегодня я промолчал, что пришли, задержали мать Абдурахмона 09, поверьте мне, клянусь Аллахом, завтра такое же может повториться с любым из вас, и никто, и поверьте мне, никто вам не поможет. Почему? Потому что в свое время вы промолчали. Так и действует этот закон. Чем больше мы с вами терпим, тем больше с вами мы хаваем, тем больше они угнетают. Тем больше они начинают нас уничтожать. Почему? Потому что они поверили в себя. Они знают, что их народ, то есть таджикистанцы, трусы, встать и сказать свое слово не могут. И говорят они только тогда, когда им разрешают. Им разрешают говорить за Паншер, но им не разрешают говорить за Бадахшан, за Памир. Где логика? Где истинные сыновья этого народа? Я как таджик призываю вас. Как таджик задаю вам вопросы. Я с женщинами не хочу разговаривать. У меня с ними другой разговор. Это мое обращение не касается наших матерей, наших сестер. Мое обращение касается сыновей этого народа, мужчин этого народа. Которые должны защищать этот народ, эту землю от любой диктатуры, от любого зла. Мой вопрос к вам. Где наше мужество? Где-то было видно, что мужчина будет хавать, как мать, мою мать. Это не только мама Абдурахмана 09, это наша мать. Таджикская мать. Ее похищают. На протяжении трех дней от нее нет вестей. И мы с вами это прохавали. Таджики. Прохавали и молчим. Никто ни слова не сказал. Никто ни слова не написал. Никто ни слова не обратился своим, я не знаю, видеороликам или еще чем-нибудь. Никто. И сегодня то же самое происходит в Бадахшане. Наших братьев зашли, убили, мы промолчали, схавали. Наши земли промолчали, мы промолчали. Захватили, мы промолчали. Продали земли, мы промолчали и схавали это. Сегодня наших братьев Гульбидина убили. Ребят похитили, посадили. Неформальных лидеров сажают. Именно Бадахшанских лидеров. Все молчат. В ожидании, наверное, какого-то чуда, что их не старый долбоеб по имени Рахмонов. Вдруг просветлеет. И вдруг на ровном месте он осознает, что он пошел против своего народа. Нет, дела не так делаются. Пока я с тобой молчу, друг мой, он будет нас и дальше. Пока я с тобой молчу, я обращаюсь к тебе, друг мой. Как тебя там зовут? Баха Джалолов, Диловар Сафаров, Фарух Кинг. Я к вам ничего личного, претензий никаких не имею, ребята. Вы сегодня, Нурло Алиев также, вы сегодня лидеры общественного мнения. Поймите меня, Лоик Раджабов, Муамад Наимов, Далер Спорт. Вот те люди, которые крутятся в социальных сетях. Вы сегодня лидеры общественного мнения. За вами сегодня следят молодежь. Вы сегодня по факту источники независимой информации. Я вас прошу, вы можете хотя бы раз встать своими действиями. Как у нас говорят, можем встать рядом со своими братьями в словах, со словами, с действиями и показать, что мы в едины. Доносить до народа, призывать центральную власть остановить то зло, которое он хочет сделать с нашим народом, с нашей землей. Поймите мои эмоции правильно. У меня нет времени сисюкаться, друзья мои. У меня нет времени нормально вести какой-то умный, юридический, дипломатический с вами разговор, дабы не обидеть вашу честь. Дабы не задеть вас каким-то образом. Но сегодня я смотрю, два месяца говорим, призываем вас, ребята, подключиться к делу. Два месяца мы говорим, что регион находится наедине со своими проблемами. Мы предаем этот регион. Мы как в глазах этого региона предатели. И потом не надо обижаться, что какой-то рядовой помирец взял себя, там, сказал, что я помирец, а не таджик. Не надо обижаться завтра. Так и разделяется народ. Так и теряются народы. Так убивают народы. Сегодня уничтожают наш с тобой народ. А мы с тобой молчим, друг мой. Брат мой. Мы с тобой молчим. Но при этом, при любом удобном случае, просим какого-то там человека. Таджикистан Бапеш, скажи, скажи. Таджикистан Бапеш, скажи, скажи. Вот ту же камеру возьмите, пожалуйста, скажите. Уважаемый Рахмонов Эмумали Шарипович. Пожалуйста, останови то зло. Пожалуйста, прекрати убивать наших земляков. Пожалуйста, останови зло, которое творится в Бадахшане. Остановитесь, пожалуйста. Вот можно же так же обратиться к своему пешевой милля. Можно же так же освещать с этой же камеры о ситуации у тебя на родине. Но почему меня задевают такие моменты? В такие моменты вы молчите. Во все другие моменты вы там якобы ярые патриоты, братья. У меня какое-то двоякое потом появляется отношение к вам. У меня появляются вопросы к вам, братья. Я клянусь Аллахом, я Василий Нодинаев. Я никогда никого не боялся, кроме Всевышнего. Я готов те же слова, клянусь Аллахом, с теми же эмоциями сказать вам лицо. Но я, как ваш брат, сегодня призываю вас подключиться к этому делу. Спецназ, Альфа, Киллер и Рахмонова сегодня направились. Есть видеоролики и у меня на канале, и на канале Памир Дели Ньюз, которые первыми опубликовали это видео. Видеоролики, как Альфа, Киллер и Рахмонова уже заходят на Памир, дабы уничтожить или задержать неформального лидера Мамад Бокир, Мамад Бокирова. Но этот человек, Мамад Бокир, Мамад Бокир, живая легенда Таджикистана. О нем многие не знают. Многие не знают. Но этот герой Таджикистана, он не только для своего народа, на мой взгляд, герой. Он для всего таджикского народа герой. Он ветеран. Он сделал немало добра для всего таджикского народа. И сегодня его хотят уничтожить. Эту живую историю, живую легенду. И таких немного осталось в Таджикистане. Вы сами прекрасно знаете. Всех поубивали. Всех посажали. Никого не осталось, кроме одной семейки. И сегодня и его хотят уничтожить. У нас с вами пока что есть время, друзья, встать рядом с этим народом. Призывать центральную власть доступными языками. Я вас прошу, братья. Поймите правильно эти эмоции. Интеллигенция, спортсмены, журналисты. Вы сегодня лидеры общественного мнения. Надо создать это общественное мнение для своей молодежи. Для своей массы. Для своего народа. Что, друзья, у нас в стране катастрофа. Наша страна в очень-очень опасной фазе находится. Нашу страну терроризирует один клан. Одна семейка. И мы с вами молчим. Мы с вами воды в рот набрали. И также мать Абдурагмона 09. Он может быть кем угодно. Он может нравиться или не нравиться кому угодно. Задайте себе вопрос. Где наша честь и совесть? Нашу сегодня с вами маму похищают. Отвозят в отделение полиции. Три дня нету никаких вестей. Мы не знаем, в каком она состоянии. Мы ничего не знаем о ее местонахождении. Что с ней творят, мы тоже не знаем. Не дай Аллах. И сегодня мы это все хаваем. И это все происходит перед нашими с вами глазами. Если вы боитесь Всевышнего Аллаха. Если вы на капельку боитесь Всевышнего Аллаха. То есть мы, что садо бланк не знаем. Эй, мэрдам. Нанг мондас дарами мэрдам дарами мэрдам дарами мэрдам. Номус мондас дарами мэрдам. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok